В Тегеране ликвидировали лидера Хамас Исмаила Ханию, главарь палестинской группировки был убит в своей резиденции. Как сообщает иранское агентство МЕР, вместе с Ханией отрицательно выжил один из его охранников. Сегодня утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции господина доктора Исмаила Хании, главы политического офиса исламского сопротивления Хамас. И после этого инцидента он и один из его охранников погибли мученической смертью, говорится в заявлении корпуса стражей исламской революции. Хания был уничтожен прямо в своей постели, несмотря на охрану. Его ликвидация именно в Тегеране, а не в другом месте, является прямым сигналом лидерам Ирана, что они уязвимы. То, что они находятся у себя дома, не является для них щитом и гарантией. Ликвидация Израилем главы политбюро Хамаса Исмаила Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством, заявила заместитель главы российского МИД Мария Захарова. Убийство тысячи мирных жителей Израиля и захват заложников 7 октября прошлого года пресс-алкаше считает абсолютно приемлемым. Любопытно, что Хания специально отказался от ночевки в гостинице для иностранных гостей, которую ему предоставили в Ксир, так как опасался ликвидации. И вместо этого выбрал тайную резиденцию на севере Тегерана с усиленной охраной. Мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться. На политической карте мира все более отчетливо возникает угроза разрушения остатков архитектуры безопасности. Эксперты даже говорят о вероятном начале Третьей мировой. Речь идет об обострении ситуации на Ближнем Востоке в Израиле. Но четкие параллели ведут и к войне в центре Европы в Украине. Похоже, Россия и Иран объединяют свои усилия и переходят в совместное наступление на разных фронтах. Как сообщалось ранее, после телефонного разговора премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану. В то же время президент Израиля Ицхак Герцог назвал иранское нападение объявлением войны и подчеркнул, что мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и мимо этого факта невозможно и неприемлемо пройти, не отреагировав в сторону иранского режима. Поэтому лавры империи зла для израильтян принадлежат Ирану. Но украинцы хорошо знают, кто главный в этом печальном мировом рейтинге. Главная страна-агрессорка, которая уже 10 лет ведет войну в центре Европы. Думаем, уточнения здесь излишни. Именно рука Москвы просматривается и за весенним обострением ирано-израильского конфликта, как и за произошедшим в октябре 2023 года во время ударов Хамас. Москве выгодна такая переориентация и передислокация внимания и приоритетов мировых лидеров. Расчет абсолютно ясен. Усиление эскалации на Ближнем Востоке способно отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в Украине. Как результат, в Кремле надеются на ослабление помощи Украине международными партнерами, в том числе Соединенными Штатами, у которых закреплены союзнические обязательства перед Израилем. Не стоит забывать, что Иран тоже является стратегическим партнером России. Эти две страны уже давно сотрудничают по многим направлениям и форматам, в том числе и военному. Вспомним коалицию, созданную еще в 2015 году, в состав которой вошли Россия, Сирия, Иран и Ирак. Тогда речь шла о сотрудничестве по сбору информации о террористической группировке «Исламское государство». Теперь иранские дроны «Камикадзе» летят на украинские и израильские города, а иранские делегации и представители группировки «Хамас» принимают в Москве на самом высоком уровне. Последняя комбинированная атака ракетами и беспилотниками на Израиль показывает, что Иран учится у россиян и хуситов разрабатывать все более опасные и эффективные удары сейчас по Израилю, а впоследствии, возможно, и по другим демократическим государствам, потому что, как известно, от терроризма никто не застрахован. Эксперты склоняются к мнению, что именно страна-агрессорка Россия могла поделиться опытом комбинированных атак с использованием дронов и ракет, которые она неоднократно наносила в Украине. У Путина здесь свой геополитический интерес, и он стремится заставить США как главного своего противника распылить военную и финансовую помощь между разными государствами. Так им будет труднее реально помогать своим союзникам. По ошибочной логике и тактике Путина, такой подход способен повлиять на затягивание войны в Украине и параллельное создание как можно больших очагов напряжения и обострения конфликтов на мировой карте, чтобы рассеять внимание и усилия партнеров коалиции поддержки. Пока Россия традиционно обвиняет США в разгаре конфликта между Палестиной и Израилем, и считает атаку Ирана проблемой, которая должна решаться политика дипломатическими средствами и призывает к сдержанности. Такие цинично умиротворяющие фразы звучат из уст дипломатов страны-агрессорки, которая уже третий год ведет полномасштабную войну в Украине, ежедневно убивая ее граждан, разрушая города и жизнь миллионов мирных украинцев. Тем временем летят дроны и ракеты на украинские и израильские города, и мировой терроризм имеет свои имена. Россия, Хамас, Иран. И в Украине, и в Израиле жестокости, горе имеют одинаковые лица. Сценарий произошедшего и в октябре 2023 года, нападение Хамас и теперь нападение Ирана пишется в Москве. Поэтому до мира и до Израиля, в частности, наконец-то должно дойти, что Россия – союзник Ирана. И если эти союзники-террористы не получат адекватную реакцию демократического мира, то это может стать знаком для всех тираний и диктатур мира о том, что зло всесильно. Итак, мы видим, что авторитарные государства – Китай, Россия, Северная Корея, Иран – все больше и больше объединяются. И это делает еще более важным для стран-единомышленников, союзников по НАТО, а также наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, с которыми мы встречались в НАТО на этой неделе на встрече министров иностранных дел, чтобы мы также более тесно сотрудничали. И это именно то, что мы делаем, чтобы противостоять этому альянсу авторитарных держав. Вы согласны с этим? Нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!